Субботним утром на праздничное богослужение в небольшой свето-казанский храм, расположенный в глуши Беловежской пущи, стекался народ со всех окрестностей Брестской области. Среди прихожан можно было встретить как рожковцев, так и жителей других поселков и городов. Всех их объединяло одно – желание поблагодарить Богородицу за чудо, которое спасло жителей этой деревни 70 лет назад. Невероятное событие до сих пор живет в памяти очевидцев, а удивительный факт этой истории знают даже маленькие паломники. В деревне Рожковке вот здесь вот были немецкие офицеры, люди были очень добрые, лечили их, а немцы узнавали, что подлечивают, и собрали здесь всю деревню и хотели расстрелять их. Должен немецкий офицер прилететь и дать знак, чтобы людей расстреливали. И вот летит он по небу и видит Божья Матерь. Он глаза начал потирать себе, что это Божья Матерь ему сказала, чтобы он остановил приказ. Приехал майор, и майор той освободил, прилетел, сказал, что за только время, как я не допущу, не прилечу, не допущу 5 минут, значит останешься живой. Если я опоздаю, то вас будут бить. А это правда, что икону он привез вам? На небольшой экспозиции фотоматериалов под покровом Богородицы, труды и молитвы запечатлена хронология событий, на которых немецкий офицер прибыл в Рожковку с подарком, образом Девы Марии, вырезанным из дерева немецким солдатам-художникам. На руках у Богородицы собладенец Иисус держит в руках свиток, приказ о помиловании. В честь этого события спустя год в деревне Рожковка был возведен в Свято-Казанский храм, где и по сей день хранится икона. Она никогда не выносилась и не реставрировалась, однако краски на ней такие яркие, будто их нанесли только вчера. Поэтому люди чувствуют Божью благодать и говорят об этом месте и событии с особым душевным трепетом. Сегодня 70 лет этой иконе, мы с вами живем в городе Каменце, но на праздник приехали первый раз здесь. Как бы много слышали, но не имели возможности приехать, поэтому... Как ощущения вообще? Ощущения очень хорошо. Хор поет хорошо. Духовность, благодать Божья, милость. Просто ощущается здесь все. Чувствую, что Божья сила есть, что Бог поможет всем людям, нам о болезнях, чтобы был мир на земле. Ощущаю. Ощущаю. И надеюсь, что она есть. Все, кто приходит к нам, с добротою относятся к всему этому. И вообще, такой свет отходит от нашего места. И кто не приходит в церковь, говорит, такой церкви нет, как у вас. В храме на Божественной Литургии царила торжественная атмосфера. Святые лики, свечи, церковные песнопения и терпкий запах ладана. В этом удивительном месте душа наполнялась спокойствием и радостью. В умиротворенных лицах прихожан можно было прочесть бесконечную благодарность и преданность Богу. Епископ Брестский и Кобринский Иоанн, читая проповедь, обращался ко всем и каждому в отдельности, призывая в вечную суете, не забывая делать добро. Ведь именно добрыми поступками и заботе о других наши сердца наполняются Божьей благодатью и миром. Господь дал свое благословение жить. Господь дал жизненный крест, дал церковь с таинствами, дал благодать Святого Духа, чтобы мы стяжали ее, чтобы мы становились лучше, чтобы мы любили друг друга, чтобы мы относились с уважением друг к другу, чтобы мы помогали друг другу нести жизненный крест. В 2008 году и кинописцы Александра Невска, Лавры, Санкт-Петербурга, Светлана и Евгений Большаковы написали новую икону, соответствующую православным канонам. Таким образом, Брещина обрела еще одну святыню. Обе рожковские спасительницы, резной образ и написанная на его основе православная икона отныне находятся рядом в сельском храме. Ну, конечно, по-особому люди относятся вот именно к этому дню, к 28 сентября, потому что в этот день произошло чудо. Это чудо произошло, понимаете, здесь каждый из нас должен задуматься над этим. Чудо произошло через инославных, потому что мне неизвестно, кто был тот офицер, лютеранин или католик, но ему явилась Божья Матерь и указала, что людей убивать нельзя. Поэтому мы должны с любовью относиться к всякому человеку. Это вот доказательство того, что с любовью ко всякому человеку, который нас окружает. Кстати, яму, которая должна была стоять могилой жителей села, со временем засыпали. На ее месте сейчас установлены два креста. Один был поставлен жителями Рожковки, другой привезен из Санкт-Петербурга людьми, узнавшими о произошедшем чуде спасения. Эта деревня – место уникальное, с особым присутствием Бога, которое стало еще одним святым местом на нашей земле.